Окей, мужики, в какие страны ехать, чтобы познакомиться с самыми красивыми девушками? Сегодня обсудим страны, рейтинги, конкурсы красоты и модели. Вкусы у всех разные, и то, что одному человеку кажется привлекательным, другому может не понравиться вовсе. Однако, есть несколько стран, о которых часто говорят в контексте наличия красивых девушек. Какие к ним относятся? Друзья, пока я не перешел к теме, предлагаю также зайти на мой второй канал, Smaps Education, где я рассказываю про зарубежное образование и про учебные заведения по всему миру. Я путешествую и снимаю зарубежные школы, колледжи и университеты. Поэтому, если вам интересна эта тема, если вы хотите выучить языки, уехать на учебу в другую страну, эмигрировать или работать где-то за границей, переходите на канал, подписывайтесь и смотрите мои ролики про образование. Итак, какие страны к ним относятся? Бразилия. Страна известна своим карнавалом, пляжами и, конечно же, красивыми женщинами. Украина. Украинки часто упоминаются в рейтингах самых красивых женщин мира. Россия. Многие туристы отмечают красоту россиянок, особенно в крупных городах. Москва, Санкт-Петербург, Венесуэла. В этой стране было много победительниц в различных конкурсах красоты. Швеция. Шведки славятся своей блондинистостью и высоким ростом. Однако, еще раз, если вы прежде всего хотите достопримечательности и отдых, лучше всего выбирать страну для поездки на основе интересов, а не только на основе внешности женщин. Да и вообще, красота – это субъективное понятие, ведь главное, что внутри, правильно? Кроме того, путешествие с целью ухаживания или знакомства может быть воспринято неодобрительно, если ваше поведение воспринимается как навязчивое или неуважительное. И не важно, в какой стране вы находитесь. Важно вести себя с уважением к местным жителям и их культуре, где бы вы ни находились. Но вы мужики! Мы легких путей не ищем. А что нам говорят рейтинги и статистики, которые показывают, в каких странах самые красивые девушки? Понятно, что рейтинги, они очень субъективны и могут сильно варьироваться в зависимости от источника. Страны издания этого рейтинга, да и вообще, кто его там писал, этот рейтинг. Есть, например, конкурсы красоты. Смотрели когда-нибудь хоть один конкурс красоты? Я даже не помню, если я смотрел. Как вы к ним относитесь? Венесуэла, Филиппина, Индия, Пуэрто-Рико, Южная Африка. Эти страны часто выделяются на международных конкурсах красоты мисс Вселенная Мисс Мира. Но что говорят нам опросы, исследования, путешественники, блогеры, журналы? В писках снова Украина, Россия, Бразилия, Италия, Франция. Однако, повторюсь, красота это субъективное понятие. И каждый человек имеет свои критерии и предпочтения. То, что считается красивым в одной культуре, может быть не так воспринято в другой. Поэтому, прежде чем принимать какие-либо выводы на основе таких рейтингов, стоит помнить об их субъективной природе. А как насчет статистик конкретно по мисс Мира и мисс Вселенная? Конкурсы мисс Мира и мисс Вселенная это самые престижные международные конкурсы красоты. Что мы здесь имеем? Какие страны побеждали чаще всего? Давайте посмотрим. Мисс Вселенную в США выигрывали 9 раз. Интересно? Но больше всех. Америка именно, Соединенные Штаты Америки. Венесуэла 7 побед. Пуарто-Рико 5 побед. На мисс Мира у Индии 6 побед. В Великобритании, Южной Африке и Филиппин по 5 побед. Удивительно, что Венесуэла является выдающейся страной в обоих конкурсах. Это одна из причин, почему она часто ассоциируется с красотой женщин на международном уровне. Тем не менее, давайте объективно. Количество побед в конкурсе не обязательно отражает средний стандарт красоты в стране, а? Венесуэлки, где ваш средний стандарт? Это скорее говорит о том, насколько успешно страна готовит своих участниц к конкурсу. И какова структура самого конкурса. И кто в жюри конкурса? Вы согласитесь? Окей, но эти все мисс Мира – верхушка айсберга. А что же касательно общего количества топ-моделей на страну? Давайте-ка разберемся. Определить, в каких странах больше всего топ-моделей, может быть сложно. Потому что это зависит от критериев, которые вы используете для определения топ-моделей. Копаем глубоко. Уже до топ-моделей дошли. Если мы рассматриваем международный успех и признание в индустрии моды, то некоторые страны действительно произвели много выдающихся моделей. На основе исторического контекста и текущего положения дел в индустрии моды есть несколько стран, которые наиболее ассоциируются с производством успешных топ-моделей. Конвейер топ-моделей, так сказать. Бразилия. Жизель Бунхен и Адриана Лима, например. США. Синди Кроуфорд. Карли Клосс. Кэндалл Дженнер. В Великобритании. Кейт Мосс. Наоми Кэмпбелл. Кара Делавин. Россия. Наталья Ладянова. Эрина Шейк. Саша Пивоварова. Здесь я бы еще добавил наших спортсменок. Аню Курникову, Марию Шарапову. Их, по-моему, весь мир знает. Австралия. Миранда Кэр. Аль Макферсон. Я не буду сейчас всех перечислять, но буду откровенен, что и Франция, Италия, Нидерланды и Дания произвели достаточно большое количество успешных моделей. Однако, сам модельный бизнес глобален. И топ-модели могут происходить из любой страны. Например, Эдита Вилковичете. Дай бог, чтобы я правильно произносил. Из Литвы. Фэй Фэй Сунь. Из Китая. Или Айман Хамам. Из Нидерландов. Правда, происхождение у нее марокканское. Окей. Давайте еще сузим поиск. Какие известные модели у тети Вики? Ну, то есть, Виктория Сикрет. Компания Виктория Сикрет на протяжении многих лет сотрудничала с самыми красивыми, эффектными девушками и топ-моделями со всего мира. Некоторые из них стали особенно известными благодаря своей работе с этим брендом. Их нежно стали называть ангелами Виктория Сикрет. Кто они и откуда? Адриана Лима, Бразилия. Алисандра Амбросио, Бразилия. Кэндис Свейнпол, Южная Африка. Бехатти Принцлу, Намибия. Лили Олдрич, США. Марта Хант, США. Жизель Бунхен, Бразилия. Миранда Керр, Австралия. Карли Клосс, США. Сара Сампайо, Парту Галия. Джозефин Скривер, Дания. Тейлор Хилл, США. Роми Стрейт, Нидерланды. Лайс Риберро, Бразилия. Стелла Максвелл. Британско-Новозеландское происхождение. И это только несколько из многих моделей, которые сотрудничали с Виктория Сикрет. Многие из них стали международными звездами и имеют успешные карьеры. Как в модельном бизнесе, так и в других областях. Из каких стран они вы видите сами. Но если вам эти девушки не по вкусу и вы еще не хотите ехать в эту страну, давайте посмотрим, как мировые модные дома оценивают красоту этих девушек. Сколько денежек платят красавицы. Точные годовые доходы модели могут варьироваться в зависимости от года, количество заключенных контрактов, рекламных компаний, показов и других проектов. Forbes. Ежегодно только и делает, что публикует всякие списки богатеев. И модели не исключение. Вот приблизительные циферки о доходах некоторых из упомянутых моделей на основе списка Forbes. Жизель Бунхен. Бразилия. В течение многих лет возглавляла список самых высокооплачиваемых моделей. В пик своей карьеры ее годовой доход оценивался в 30 миллионов долларов. И более. Кэндис Свейнпол из ЮАР. В разные годы зарабатывала примерно от 5 до 7 миллионов. Карли Клосс из Америки. Северная, естественно. Около 10 миллионов долларов зарплатка. Кэндал Дженнер из США. В некоторые годы она возглавляла список Forbes, зарабатывая более 22 миллионов в год. Белла и Джиджи Хадид. Происхождение Палестино-Голландская. Их годовые доходы, это сестры, варьировались, но обычно они зарабатывали от 5 до 10 миллионов долларов. 5 миллионов больше, 5 миллионов меньше. Миранда Кер из Австралии за ее фоточки и показы платили по 7 миллионов ежегодно. Адриана Лима Бразилия более 10 миллионов долларов получала. Роузи Хентингтон Уайтли из Великобритании. В разные годы зарабатывала около 10 миллионов долларов. Она же над Джейсона Стэттема, by the way. Ну ладно, ребят, модели, их происхождение, гонорары мы разобрали вдоль и поперек. А давайте возьмем глобальнее. Кто красивее? Скажем, азиатки, африканки или европейки? Я вас снова не удивлю, если скажу, что красота это очень субъективное понятие. Оценка красоты зависит от индивидуальных вкусов, культурных и социальных стандартов, исторического контекста и многих других факторов. То, что считается красивым в одной культуре, может отличаться от стандартов другой культуры. Но все же, к азиаткам. В азиатских странах существуют свои стандарты красоты, которые могут включать в себя светлую кожу, большие глаза или определенные черты лица. Красота азиатских женщин оценивается по-разному в разных регионах Азии. Давайте посмотрим на некоторых азиатских моделей. Тао Акамото. Японка. Снималась в кино, кстати, в фильме «Росомаха бессмертный». Вот еще вам. Цуи Хэ. Лю Вэнь. Мин Си. А вот, допустим, мисс Япония 2015 Ариана Миямото. У нее вообще японско-африканские корни. Если мы отправимся в ту же Африку, там тоже существует множество культур, этнических групп. Каждая имеет свои стандарты красоты. Я бывал, кстати, в Африке. Например, в некоторых культурах полнота рассматривается как признак красоты и здоровья, в то время как в других культурах может цениться стройность. Если я вас попрошу называть какую-либо известную африканскую топ-модель, кого вы назовете? Ну, скорее всего, Наоми Кэмпбелл. Но есть нюансы. Знаете ее происхождение? Родилась она в Лондоне. Но корни у нее... Сейчас внимание. Микс афро-ямайских и китайско-ямайских. А вот, например, нигерийка Дорего Акбани была и мисс Мира, и королевой красоты. И вообще стала первой африканкой, выигравшей конкурс мисс Мира. Еще одна нигерийская супермодель. А лучше Анвикба. Правда, сейчас она живет уже в Нью-Йорке. Шарам Денис сейчас живет в Португалии, но родом она из Анголы. А вот еще одна представительница Анголы Микаэла Рейс. Еще одна топ-модель, актриса и участница конкурса мисс Мира. Ну что, ребятки, вроде много чего посмотрели, но так ничего и не выбрали. А почему так происходит? Да потому что в наше время многие признают и ценят разнообразие красоты и понимают, что красота может проявляться в разных формах и стилях. С ростом глобализации и культурного обмена многие стандарты красоты становятся более универсальными. Но культурные особенности все равно играют важную роль. Самое главное – помнить, что каждый человек уникален, красив по-своему. И важнее всего уважать и ценить разнообразие красоты в людях со всего мира. Спасибо. В следующем выпуске предлагаю разобрать, в какие страны чаще всего едут на мальчишник. С вас подписка. Лайк, с меня видос. Субтитры создавал DimaTorzok